В этом уроке мы закончим нашу прямую анимацию. Посмотрим на чем мы закончили. Вот он как бы перескакивает влево немного и собирается стать на камень. Нажимаем play, как бы пытаемся уловить анимацию, чтобы понять на каком расстоянии делать следующий ключ. Переходим где-то на 11 кадр. Берем центр массы, контроллеры рук, ног, колен, локтей. Все, что влияет на передвижение как бы. Теперь, когда все это выбрано, на 11 кадре передвигаем вот так вот сюда. Нам надо еще смотреть за направлением, куда этот объект движется, то есть сохранить, так сказать, угол направления. Такая диагональная линия. Вот так вот сюда его немного передвигаем. Вот так вот тестим, проверяем, чтобы посмотреть, не ломается ли вот эта диагональная линия. Начинаем менять теперь позу. Опускаем немного центр массы, поворачиваем немного вот так вот вниз туловище. Также надо поправить его голову так, чтобы она смотрела туда, куда надо. Берем контроллер ноги. И приподнимаем ее. Даже вот так вот сюда, может в эту сторону ставим. Берем контроллер пальцев. Правая кнопка мыши. Rotation to zero. И теперь с вот этим контроллером ноги тоже. Опять у меня все сдвинулось на один кадр. Выбираем все контроллеры и сдвигаем их на один кадр назад. Вот так вот передвигаем немножко сюда ногу. Поправляем вот здесь поворот. Теперь мы можем перейти к контроллеру вот этой вот лодыжки. И поправить угол. Теперь правая нога будет вот здесь как бы. Он на нее опирается. Вот, поза уже выглядит хорошо. Давайте еще поправим руки. Вот так вот как бы ставим пальцы на камень. Так будет более интересная поза. Ставим вот так вот его. Немножко приподнимаем голову. Чтобы он как бы смотрел куда-то. Типа кто там идет. Теперь когда у нас уже руки на месте. мы можем поправить пальцы. Поправим плечи немного. Вот здесь немного отодвинем назад локоть. Приопустим его вниз. Он же у нас животное. Поэтому он как бы должен так готовиться к прыжку. Давайте проверим. Давайте проверим теперь правое колено. Теперь поправим вот эту лодыжку. Теперь еще поработаем с пальцами вот здесь. Как бы чтобы пальцы так впирались в камень. Таким образом мы как бы покажем силу нашего вот этого персонажа. Берем еще один палец и тоже вот так вот поправляем его. Теперь поправим большой палец. Стоп. Не тот взял. Вот большой палец. Поправляем левую руку. Сделаем положение пальцев слегка по другому, чем на правой руке. Переходим к среднему пальцу. Настраиваем вот здесь. Изгиб. Вы можете поставить эти параметры на ноль, если клацнете по стрелочкам правой кнопкой мыши. Так вот, как бы расправляем немного пальцы. Так вот, поправляем большой палец. Так вот, поправляем мелкие детали. Давайте посмотрим, что у нас получается. Ну что ж, вот такой вот принцип прямой анимации. Здесь мы не начинаем с первой и последней позы. Начинаем с первой и идем по порядку. Здесь у нас как бы меньше планирования, но зато больше такой вот интересной части моделирования. Вы можете использовать файл с вот этой финальной анимацией для того, чтобы проанимировать вот этого волка дальше. Но в этом уроке мы уже с этой анимацией закончим. В следующем уроке мы разберем преимущества каждого способа и как их можно соединить между собой. Продолжение следует...